Нам посоветовали сначала обратиться в управляющую компанию. Оттуда нам пришел отказ. И потом, получается, бабушка в администрацию. Но пока тоже никаких изменений нет. Несколько месяцев назад Виталий, супруг Ольги Козыревой, был выписан из больницы. Первая группа инвалидности – таковы последствия дорожно-транспортного происшествия. Сейчас он живет на Новомытищенском проспекте в 19-м А-доме. Самостоятельно встать и выйти на улицу мытищенец не может. Есть кресло-коляска, но, как оказалось, в советской пятиэтажке она – бесполезная вещь. Пандус, конечно, нужен. У меня же тоже друзья. Они приходят, выйдут, со мной погуляют. А так хочет жена с мамкой. Все лечебно-восстановительные процедуры Виталий Козырев также получает здесь, в своей комнате. Разумеется, за такую услугу родственникам мужчины приходится платить деньги. Тяжело, но другого выхода пока нет. У нас нет возможности его каждый раз поднимать, спускать, даже живя на втором этаже. Поэтому пандусы нам жизненно необходимы, можно так сказать. Потому что все лето получается, что он не может выйти даже погулять на улицу. Только когда приходят друзья и могут его на руках отнести. Управляющая компания, ссылаясь на нормы безопасности, наотрез отказывается устанавливать в этом подъезде пандус с первого по второй этаж. Такое устройство должно быть безопасным для перевещения и отвечать всем необходимым техническим нормам и требованиям. А нормы гласят о том, что угол спуска для устройства таких пандусов не должен превышать 8-10 градусов. В данном случае мы имеем угол наклона этого лестничного марша более 23 градусов. Условия позволяют специалистам установить пандус лишь на первом, самом низком лестничном марше. И то с оговоркой – только для подъема и спуска технических грузов. Откидной пандус из легких металлов, который позволяет перемещать, только единственное условие – перемещать технические грузы, личные вещи и коляски без присутствия на них людей с какими-то травмами и увечьями. Это тоже требование безопасности. Иначе в случае, если человек, сопровождающий лицо, не сможет удержать, то инвалид может получить дополнительные вещи и иногда, наверное, очень отягчающие. Виталий Козырев не теряет надежды встать на ноги, а пока вынужден оставаться в своей комнате и ждать, когда его снова навестят друзья. Надежда Звягинцева, Олег Степанов, Денис Корнев. Информационная программа «День». Продолжение следует...